Несколько дней назад житель Небраски Крейг Лутмант прямо возле своего дома в городе Элкхорн наткнулся на нечто совершенно удивительное. Сначала он заметил нечто на стволе сосны, невысоко над землёй. Оно издалека выглядело как комок рыжевато-серой шерсти. Когда Крейг подошёл поближе, то с удивлением увидел, что этот комок живой и шевелится. А потом до него дошло, что это белки. Шесть молодых белок каким-то образом накрепко спутались хвостами и могли перемещаться лишь все разом. На сосне каждая из белок пыталась тянуть в свою сторону, но они также дополнительно застряли в ветках, поэтому их положение было очень ужасное. В природе такое состояние иногда встречается у крыс, и когда обнаруживают несколько крыс, спутавшихся хвостами, то называют их крысиным королём. В данном случае Крейг обнаружил беличьего короля. Спутавшиеся хвостами крысы, как правило, не способны самостоятельно добывать себе еду, поэтому их кормят другие сородичи. Кто кормил этих бельчат, было неясно, скорее всего их мама, но им определённо была нужна срочная помощь. Крейг позвонил в гуманное общество Небраска Human Society, и оттуда приехала директор общества Лора Стасни. Она осмотрела бельчат на сосне и сказала, что их хвосты накрепко сплелись из-за смолы и что им на вид около восьми недель. Она также рассказала, что подобное состояние у белок совсем не редкость, и каждый год их спасатели выезжают на один-два случая распутывать бельчатам хвосты. Бельчата в дупле, как и мышата или крысята, сидят в очень тесном гнездышке, и у них длинные хвосты, которые легко могут спутаться между собой, а смола и другой мусор служат скрепляющим материалом. Пока мать кормит их, с ними всё в порядке, но во взрослом состоянии эти зверьки были бы обречены, так как они, в первую очередь, лёгкая добыча для хищников. Лора увезла бельчат в ветцентр, и там им дали уколы снотворного, а потом аккуратно распутали хвосты. Бельчата сейчас приходят в себя в ветцентре, а потом их, видимо, выпустят обратно на то же дерево.